Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Сегодня я буду говорить о предпосевной обработке семян, о разности по времени и по способам. Вот почти все мы занимаемся предпосевной обработкой семян. Обычно это что? Обеззараживание в течение 15-20 минут с последующим замачиванием в растворе стимулятора. Замачивают чаще всего до набухания семян. Время каждый выбирает сам, оно может длиться и 30 минут, и 24 часа. Так мы поступаем чаще всего. Но существуют исключения, редкие случаи, когда время замачивания рекомендуется увеличить до нескольких суток и выдержать семена во влажной среде до наклёвывания. Сейчас я расскажу, когда это необходимо и зачем вообще вот этот процесс так усложнять. Ну, замочили на 30 минут и хватит, набухли они там или на 2 часа. Вот такая предпосевная обработка семян перца пригодится нам, если мы будем выращивать рассаду перца без пикировки. Ведь если мы в лоточек высаживаем часто, а потом пикируем, мы выбраковываем больные, там если что-то у нас не взошло, мы при пересадке пересадим в другой лоток, всё нормально, сделаем равномерные всходы. Другое дело, если мы будем садить в кассеты и в стаканчики без последующей пикировки, если мы замочим в этом случае семена до набухания и сразу посеем их в кассеты. Вот представьте, кассеты разложили вы по одному семечку, половина семян не взошло, семена магазинные, например, вы не знали их качество. И вот в случае такой неполной всхожести, половина кассет будет пустовать и что делать? Досевать в такие кассеты семена тоже нежелательно, у рассады будут очень разные даты посевов, будет разница по высоте, по общему развитию. Лучше, если в кассете будут все семенцы с одной датой посева, значит досевать мы сразу откидываем. Многие могут сказать, что можно посеять по два семечка в ячейку. Да, такой способ есть. Парный посев семян с последующим удалением второго сеянца. Но, во-первых, это затратно с материальной точки зрения. Если сеять вот такие вот дорогие перцы, у нас они 40-50 рублей пачка, ну, чтобы посеять по два семечка, это будет очень затратно. Выходит, а с другой стороны уходит много семян на выброс. Ну, и во-вторых, если вы посеете по два семечка, и у кого поднимется рука вырвать и уничтожить красивые, здоровые всходы, в том случае, если все семена взойдут. Ну, вот вы по два натыкали с условием, что один будете удалять. И если все взойдут, ну, это я не знаю, у меня, например, я такие процедуры никогда не провожу, у меня сердце разорвется уничтожить половину вот этих посевов. Лишние они тоже, если нет, например, у вас места на окне, чтобы сохранить все. И как рассаживать, вы же без пикировки собирались сеять в эти кассеты. Тоже не очень хороший способ, мне он не нравится. Вот поэтому самый лучший способ, это посеять семена перца, которые уже наклюнулись. В этом случае и расход семян будет минимальный, и уничтожать здоровую рассаду не придется. Ну, и появятся они раньше обычного. Если, а, еще в одном случае, вот, который сейчас я вам хочу, это все было вступление, еще в одном случае необходимо замачивать до наклювывания. Вот если я покупаю или где-то достаю ограниченное количество семян какого-то сорта, который мне очень важен, я всегда замачиваю до наклювывания. Вот в этом году я решила расширить ассортимент перцев-великанов, плоды которых могут достигать 500 граммов. Все они очень огромные, все они с одной серии. Я вот купила несколько таких сортов, а так как эти семена очень дорогие, одна пачка стоит у нас 40-50 рублей, это очень дорого, одно семечко выходит 10 рублей почти так, то я взяла всего по одной пачке каждого наименования. Но все мы знаем, что в одной упаковке всего несколько семечек, и в этой ситуации мне важно, чтобы все-все они взошли, не потерять драгоценные семена. Значит, нужно помочь им и прорастить их в стимулирующем растворе. Так они проклюнутся гораздо легче, чем в грунте, и проснутся почти все. Вот, я делаю следующим образом. Я все их помещаю, так же, как при кратковременном замачивании, помещаю семена перца во влажную среду. Это могут быть и ватные диски, и ткань какая-то рулеткой скручена, и вот сейчас всякие там есть бутерброд из губок, из кухонных. Только лежать они будут там у меня не 2 или 4 часа, и даже не 24, не сутки, а несколько суток. Если в грунте семена перца всходят на 10-14 день, значит, вот эти семена наклюнутся не раньше, чем на 4-7 день. Это зависит, опять же, от сорта и от схожести, от свежести. В это время я буду следить за тем, чтобы ватные диски не подсохли, и при необходимости доливать жидкость. Все по обычной схеме. Как только появятся вот крошечные зачатки корешков, я сразу же посею их в подготовленную почву. Главное не упустить. Вот видите, вот в одной пачке, вот всего такое количество семяночек крошечное. Вот пачка за 50 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 11 штучек. Ну, 10 рублей семя. Ясно, что я их буду холить или леять? Я их замочила. Замачивала вот HB101. Замочила. Две капельки вот сюда на стакан жидкости. Налила жидкость. Лишнюю слила. Закрыла. Так. Обязательно промаркировала. Вот у меня один диск. Оранжевый бык. Второй золотой лапоть. Бигмама. Златоглавый лев. Бугай. И золотой телец. Как вы видите, все они желто-оранжевые. Все они великаны. Все они одинаковые. Если вот они прорастут хорошо, я всех их высажу в один лоточек. Они примерно все у меня с одной серии. Это перцы великаны. Хочу размножить побольше перцев великанов. Эти семена я рассчитываю посадить где-то в 20-х числах февраля. Поэтому я замочила их заранее. Они наклюнутся не раньше, чем через неделю. Может быть даже 10 дней. Все. Вот это был краткий обзор темы. Когда нужно, все-таки необходимо нам проращивать семена чуть подольше, до наклевывания. Именно тогда, когда мы сеем без пикировки, тогда можно будет одиночные семена в кассету. И когда очень дорогие и очень мало семян, нам не хочется их закапывать в землю и ждать неизвестно чего, тогда лучше им помочь до наклевывания их подержать в питательном растворе, а потом уже высевать. В этом случае всходы будут намного больше схожи с семян, потому что в земле все-таки у них не такие комфортные условия, как вот в таком питательном растворе, вот как они в контейнере. Здесь тепло, влажно, я буду поддерживать у них там хорошую среду влажную. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Если у вас 2 или 3 драгоценных семечка, замачивайте их до наклевывания. Главное, чтобы они не задохнулись. Вот у меня такой контейнер из-под печенья, в нем они не задохнутся. Если у вас какой-то просто контейнер, можно брать просто пищевой контейнер вот такой с крышечкой, поместить туда ткань, закрывать и раз хотя бы в сутки открывать, проветривать. Все, желаю всем хороших посевов, сходов, урожаев, всего вот такого-такого большого, как эти перцы великаны.